здравствуйте друзья вот спрашивают говорят добрый день михаил прошу прощения я как и сотни других людей хочу вас попросить о помощи я сотен так не заметил давайте ваш личный вопрос да если вы сейчас заняты расскажите об этом я пойму ну что же ну занят машину виду но ничего страшно так давайте дальше не могли бы вы проверить мое резюме на предмет того как она будет смотреться для рассылки h1b работодателем я хочу сказать что у меня есть вебинар даже там парочка по резюме мы делали два сколько два может три уже год назад я не помню мы делали специально для ребят которые ищут работу на h1b этом препарировал эти резюме поэтому как бы мои взгляды на резюме очень хорошо изложены и в этих вебинарах и они у нас на канале они в плейлисте там есть и так далее и кроме того у меня все ссылки на мое творчество есть под каждым видео в описании в частности вот здесь там какая-то статья о том как делать резюме на форуме говорим про вес вот тоже на нее есть ссылка и под этим видео тоже что касается посмотреть на конкретное резюме но если соберется там не знаю там питок резюме я могу еще раз записать что-нибудь такое и посмотреть сразу на пяток резюме но как бы так как бы чтобы всем все могли посмотреть и послушать я могу и в индивидуальном порядке конечно но там дальше значит выясняется профессия это не совсем мне близкая ну давайте читаем дальше в начале этого года я отправлял это резюме и даже один индийский body shop мне пытался сделать h1b визу подавали петицию молодец но не прошли лотерею это бывает хотелось бы попробовать отправить в этом году более солидным работодателем это не влияет на участие в лотерее к сожалению но чувствую что резюме не очень дотягивает до высоких стандартов резюме не должно дотягивать до высоких стандартов я вас уверяет опыт должен быть привлекательным резюме вам любое простят но даже если она вам не дотягивает и вообще был бы благодарен за советы по трудоустройству например стоит ли переключиться с разработки на тестирование android приложено на тестирование android предложений с разработки на тестирование с целью увеличения шанса реально найти работу с учетом динамики рынка если договориться о трудоустройстве сейчас а реально путь получится приступить не раньше чем через год-полтора за это время могут быть скорее всего будут изменения в спросе значит если вы интересуетесь рабочие визы h1b я бы не стал переключаться с разработки на тестирование чем квалифицирование работа тем легче решаются все эти вопросы и сейчас там еще там еще денежная компонента добавляется то есть вам должны платить этот привейлинг вейч и если скажем вы по квалификации тянете там на 120 тысяч так и вопросов нет давайте а если скажем на 85 тоже начинается вопрос а зачем нам на 85 и пойти уже 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 сложно то есть же привылинг вич от очень высокий поэтому я бы делал работу более сложную более высокооплачиваемую тогда компаниям легче решиться на и чем а если вы делаете тестирование то вы должны делать что такое уникальное чтобы ну просто без вас не обойтись вот так бы я сказал и даже я не знаю вот на что такое можно было бы вот так переключиться чтобы уже представлять такую ценность что без вас не обойтись вот так просто по факту переключения вот такого на ходу там не так много времени осталось уже до начала сезона значит в принципе мне иногда присылают резюме но я просто что хочу сказать я могу по формату по общему смыслу там что-то такое могу посмотреть но это я и так уже все рассказал что мог по конкретному содержанию я же не знаю я я же никогда не работал там разработчиком там мобильных приложений таких поэтому я я точно не скажу для этого есть форумы такие технические там люди вот ну которые в америке живут и хорошо понимают специфику и так далее они лучше расскажут давайте камеру поверну вот так для можно сказать персонализации ответа поэтому в теоретически я могу посмотреть практически я не думаю что какая-то ценность с этого произойдет для вас и я частенько получаю вот такие резюме ну там не знаю пару раз в неделю кто-нибудь что-нибудь шлет и играть посмотрите я смотрю и практически всегда за редким исключением я им говорю примерно одно и то же я им говорю взгляды мои на это дело изложены поскольку ваше резюме абсолютно не соответствует тому что я уже изложил как бы по структуре там и по разным вещам то единственное что я могу сказать вот почитайте ну если вы сделаете это в тех рамках в которых я допустим советовал это делать то я могу например посмотреть и скорректировать на предмет лучшего соответствия вот этим самым рамкам но если резюме делается а я редко очень вижу что кто-то действительно почитал понял и пошел делать вот так как я говорю поэтому если вы этого не делали меня бессмысленно спрашивать я я вам ничего не скажу я вам скажу что резюме не соответствует моим представлениям если вы делали в том ключе в котором я говорю значит ну да я могу может быть что-то такое бывает тонкости в понимании там может быть это улучшить что это можно это это несложно но прежде чем мне давать ваше резюме значит вы должны очень постараться проработать его вот именно в этом ключе иначе никакого смысла нет счастливо